Всем привет! Ну что, наконец-то праздничные дни, выходные. По пивоварне пока все стоит, люди отдыхают, поэтому мы варим пиво. Ну что, сегодня тогда сделаем красный вид, или милановид, с меланоидиновым солодом, с пшеничным. Красная пшеничка. Мне пшеничка что-то очень понравилась. Буду делать пшеничку. Но не на пшеничных дрожжах, а на лагерных. М-84 мангрув. Богемиан лагер. Как раз температура поднялась, на улице тепло, в доме тоже тепло, плюс 20 градусов, даже 22. Не хочу, чтобы сильно уже такое было. В погребе как раз поднялась температура, плюс 10. Думаю, вот, само то будет в погребе. Поэтому на лагерных дрожжах пшеничка должно получиться суперски. Накалякал здесь рецептик. Сейчас посмотрим. Ну вот у нас тут милановид, солод пшеничный 2 килограмма, пилснер 3 килограмма, меланоидиновый светлый 80 цветность килограмм и темный меланоидиновый цветность 160, полкило. Хмель. Мозаик для горечи 10 грамм буду использовать. И жакетский 20 грамм. Получится где-то 15 по IBU горечь. Дрожжи, мангрув и М84 по гемиан лакер. Схема затирания самая обычная, одноотварочная. На 52-20 минут продержим. Пептидаза у нас поработает. Потом прямым нагреванием 1 градус в 1 минуту нагреем до 65. Осахариваем 40 минут. Минут через 15 поставим отварочку. Доведем ее 1 треть от общего объема. Доведем до 100 градусов и поднимем этой отварочкой до 75. 15 минут. Там йодную пробу посмотрим. Может продлю немножко до 20-25 минут. Как осахарится. Ну все. Одна отварочка. Я заливаю 30 литров воды в заторный бак. Весь соло туда высыпаем. Осахариваем. Аминный азот. Ну там все короче делаем. С этими 30 литрами. А 10 литров оставим на промывку. Вот и все. Хмель мозаик засыпаю 10 грамм за час до конца кипения. Жатецкий за 20 грамм за 20 минут до конца кипения. Кипятить буду кстати там минут 70-80. Уброжение в погребе при плюс 10-2-3 недели. Посмотрим как будет плотность уходить. Ну что погнали. Пшеница. Меланоидиновый светлый. Меланоидиновый темный. пятер и пилснер. ну что готово пока мы будем солодом нашим заниматься все это оставляем на промывку полетели греться мы тут дружечки наши возьмем сразу лагерные 84 пищат и в холодильник их чтобы резкого перепада не было а вот и наши 52 градуса меланоидиновый как пахнет хлебной корочкой такой свежий классно так и калашматим нашу кашу калашматим со всех сил вот такая красота стоит у нас 20 минут кофе с молоком или топленое молоко прям цвет но оно должно еще покраснеть потом осахарится это крахмал в основном меланоидин и еще цвет а потом крахмал прозрачным станет осахарится меланоидин останется должен быть красноватый оттенок помощница здесь лежит командует да плюшка ну все 20 минут прошло начинаем нагревать до 65 постепенно помешивая 65 градусов 40 минут у нас будет настаиваться а мы сразу водичку нальем для промывки почти полное ведро литров 9 наверное 10 минут прошло и пошла наша отварочка единственная еще не осахарилась ну конечно 10 минут с учетом за полчаса закипает может провариться минут пять ничего страшного даже очень хорошо заливаем поднимаем температуру вот пауза 65 закончилась упала на 60 нормально отварочка у нас вот как раз закипает 72 градуса получилась температура примем как есть 15 минут пробуем на осахаривание красная красненькая какая ну и пробуем йодом ну практически отлично пока будем промывать сцеживать оно еще до осахарится чуть-чуть сейчас обратно муляку эту Да, мальти-юроповский, конечно, солод вот такой и есть. Мутный, белесый, как будто не осахарившийся, не знаю из-за чего это зависит, немецкий или бельгийский солод, он конечно не такой, более прозрачный, как чай, цветом бы получился, а тут как чай с молоком, по вкусу вроде нормально, вот хихлевается в пиво, просто песня, песня и промывашки пошли сразу. Ну что, теперь переливаем обратно в помытый наш бак. Все, начинаем кипятить, минут 20 уже кипит, пену снял, первый хмель, мозаик. 10 грамм, ух ты, ёханый бабай, аж зрачок запотел. Ой, красота, как мне нравится вот этот бубух от хмеля. Ай, сразу запах пошел, кто такой от меланоидиного, а такой хлебный, корочкой такой класс. А тут еще и запах такой хмеля. Божественно, 20 минут до конца нашего варево. Котецкий, 20 грамм. И чиллер сразу. Все, пускай проваривается. Баночка, стерегрязаночка. А плотность у нас конечная, ну, 14 процентов получается. Хорошая такое. Ну, и все, вот наши дрожечки разброженные. Пахнут хорошо. Наливаем. Ох, злоднючее. Думаю, классное пиво получится. Суперское. Ну, вот праймер милановита нашего. Месяц, больше месяца простоял в погребе. Хорошо от простерилизованной баночки. И ничего ему не стало. Ну, прокипятим на всякий случай все равно. Месяц. Месяц. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Часть их стоит и разливаем... Ну пока что папа кипятит праймер, я залил в бутылки спирта и продезинфицировал их... Нормально дрожжей наросло за месяц, даже больше... Куда-нибудь пригодятся... Ну что, начинаем разливашки... Ну вот и партия мелановита... Отправляется в погреб на карбонизацию... Я думаю, недельку закарбонизируется, недельку еще отстоится нормально... Через две недельки будем пить... Итого получается почти два месяца... Да, вот так вот он... Что делать... Зато какой напиток получается... Милановит... Будем пробовать... Хороший пивас... 14% начальная плотность... Бродил на лагерных дрожжах... При температуре, правда... Плюс 12 градусов... Но все равно... Я думаю, что очень хороший должен получиться... Напиток... Чего мы разговариваем... Понеслась... Что-то как-то слабенькое... Хотя пена есть... Как-то не айс бухнуло... Не понравилось... Ну... Вот так... Пенка кремовая... Красота... Ну... Запах пивной... Не скажу, что сильно хмелевой... Пивной... Цвет красивый... Насыщенный... Такой карамельный... Темный янтарь... Пена, кстати... Не сильно держится... Такая... Средненькая пена... И падает быстро... Что-то тут не то... Ну... Пахнет хорошо... Ах... Понеслась... Вкус... Замечательный... Вкус... Какой насыщенный... Очень насыщенный... Очень мощный вкус... Такой... Солодовый... Прям... Убийственно солодовый... Прям ополахивает солодом... Хмелевого практически вообще нету... Нету... Ничего хмелевого нету... Горечь... Горечь есть хмелевая... Запаха нету... Все солодовое... Чисто солодовое... Тут и поджаренная корочка... Тут и... Хлебный мякер свежий... Прямо... Жидкий хлеб... Пьется как песня... Само заходит... Нету... Ни спиртового... Ни никакого вообще лишнего... Запаха... Вот... Насыщенно хлебно... Солодовый... Такой вкус... Чуть-чуть горчиночка есть... И все... Мощный такой... Мощный... Не распробовал... Еще надо... Ну пенка красивая... Прямо кремовая... Кремовая такая... Замечательная... Такие нотки... Есть все равно... Сейчас уже... Появляются... Немножечко... Фенольные... Пшеничные... Чувствуется... Ну классно... Классное пиво... Очень питкое... Или питкое... Как правильно называть... Пьется... Вот так вот... Заливается... Очень... Хотя и плотное... Получается... И крепенькое... Как чувствую... Есть немножечко... Но... Пьется... Просто... Очень легко... Замечательно... Как очень легенькое... Лагерок такой... Очень легенький... Классное... Опять мне понравилось... Что ты будешь делать... Опять понравилось пиво... Караул какой-то... Что делать... Будем пить тогда... Но... Пить надо в меру... Так что... Пока... Готовьте хорошее пиво... Радуйтесь жизни... Все замечательно... Все слива... Подписывайтесь на мой канал... Поехали... Поехали... Готовь... Легко... Легко... Тор... Тор... Тор...